Праздник Пасхи 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 Но при этом мы общаемся, условно, в кавычках, общаемся со Христом, который не воскрес. Ну, в том смысле, что мы читаем Священное Писание, мы слушаем Его проповеди, мы цитируем какие-то Его слова. Того Христа, который еще не распят, не умер и не воскрес. А вот того, что самое важное, как будто бы у нас и нет. Вот как бы вы, может быть, начали отвечать? Понятно, что это будет такое гипотетическое, достаточно абстрактное размышление, но этот вопрос возникает у людей, которые читают Священное Писание. Почему? Вроде все идет к воскресению, и получается, фундаментально должно быть главное событие это, и все самые главные слова должны быть сказаны после этого, а остальное должны быть, возвращаясь к теме кинофильма, такими флэшбэками. То есть, условно говоря, Христос уже идет в воскресе с учениками, а все остальное... Вспоминает о чем-то. Да, у них вспоминается, как они общались, они слышали там и так далее. Интересный сюжет. Да. Понравился. Предлагаю снять фильм. Я бы, наверное, несколько тут, я думаю, можно выделить таких опорных точек. И первое, что мне приходит на ум, это то, что так устроена наша психика, что мы больше делаем акцент на негативных эмоциях и переживаниях, чем на позитивных. И здесь, наверное, трудно не согласиться с тем же Ницше, который говорит, что основной наш грех – это неумение жить в радости. Именно какая-то биологическая привязанность к страданию и акцент на страдании на драме. В принципе, это все и в мировой культуре, в литературе, в кинематографе отображено. То есть больше фильмов именно с драматичным содержанием, чем с каким-то радостным и счастливым. И в этой связи само событие воскресенья и проживание его с учениками, оно, конечно, лишено вот этой негативной эмоциональной. И, может быть, труднее было запомнить из-за этого. То есть все, что связано с распятием и с предательством, оно как-то запомнилось, переживалось острее как-то, видимо. Это одна из таких точек, вокруг которых можно это обсудить. Второй момент — это сама ситуация воскресения. Вот я недавно ознакомился у отца Вячеслава Рубского с такой точкой зрения интересной, что почему вот акцент, и вот вы привели слова апостола Павла, что если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. Но он в чем-то подвергает сомнению этот тезис. То есть, а почему? Ну, то есть, грубо говоря, если на человеческие отношения перенести, если жена не воскресла, значит, отношения наши были тщетны. Ну, например, да, то есть почему сам момент как бы вот невоскресения? То есть, если переложить на наш современный язык, все-таки вот тоже такой важный момент, о котором отец Вячеслав тоже говорит, что для современных христиан момент телесного воскресения уже отходит как-то на второй, на третий план. То есть, это изначально чисто иудейская мечта, что все воскреснуты. То есть, проблема в том, что эллинский мир философский, да, греко-римская культура, они мыслили жизнь человека вне тела, а иудейский мир, он не мыслил вне тела, поэтому если человек не воскрес, то его как бы и нет. Хотя в позднем иудаизме мы знаем, там, в Иванге от Луки, притча о Лазаре и богаче, вот. Но это уже как бы более поздняя такая тематика. Мы даже видим на страницах Нового Завета спор там по поводу воскресения. То есть, были вполне ортодоксальные ветви иудаизма, которые не признавали никакого воскресения и не мыслили, в принципе, его. Но если уж и мыслила жизнь, да, то она мыслилась именно телесно. И, конечно, в корне своем это такой, как бы, достаточно простой реваншизм. То есть, язычники должны воскреснуть, чтобы мучиться еще дополнительно, а иудеи, чтобы прославиться. Ну, как бы, и тут в этом реваншизме попытка, ну, вот, достигнуть этой некой справедливости. Вот, потому что задел на справедливость наравне, как бы, с заделом к страданиям в нашей душе тоже есть. То есть, почему-то, откуда-то в нас есть вот это, да, что должно быть справедливо. А если человек, как Иов, например, жил, мучился и страдал несправедливо, то, значит, в конце книги Иова надо написать, что верблюдов-то у него стало в 7 раз больше и детей больше. Хотя, по сути, мне кажется, это не решает вопрос, да, если там предложить какому-то человеку, вот, у тебя 7 детей, давай мы их убьем, потом тебе Бог даст новых, вряд ли новые заменят старых. Все-таки мы на уровне отношений, как бы, видим, что такой подход не очень работает. И вот, если вопрос этот взять с телесностью, да, то насколько для нас актуально, то есть, у нас все святые, богородицы, они продолжают свое бытие вне тела, по сути, и нас это не смущает, то есть, мы можем мыслить о жизни вечную без факта самого телесного воскресения. Так вот, возвращаясь к идее отца Вячеслава, я тут долгую преамбула, извиняюсь, предложил. Вопрос в чем? Что это была, ну, вот такая иудейская мечта о воскресении, да, и если бы Христос не воскрес, да, то это обесценивал бы для апостолов опыт его общения с ними. То есть, вот если говорить о том, что Бог общается с нами на том языке, который для нас понятен, то факт воскресения Христа — это разговор с учениками на том языке, который им понятен, чтобы они не обесценили, они уже начали обесценивать опыт, вот опыт пребывания Иисуса с ними, тот же вот диалог Христа с Клеопой и Лукой, который этот Вимаус, они говорят, вот, а мы-то думали. То есть, у них вот этот процесс обесценивания встречи и жизни с Иисусом Христом, он уже запустился. И чтобы, ну, как бы вот такова точка зрения такая, мне кажется, она очень интересная, оригинальная и многообъясняющая. Она говорит о том, что Христос воскресает, следуя, вот, ну, можно сказать, такому иудейскому суеверию, что все должно быть именно так, и чтобы они не обесценили этот опыт. Вот, поэтому, ну, вот, если мы скажем вам, вера бессмысленна без этого, ну, чтобы для нас это стало актуально, потому что, я повторюсь, для нас уже телесное воскресенье не имеет такой роли, то можно было бы сказать, что если Христос не продолжил с нами коммуникацию, то вера наша бессмысленна. Ну, то есть, вот, в чем-то можно сказать, что воскресенье Христово – это продолжение коммуникации с человеками. Сказанное вами является еще более усиливающим мой вопрос. Тогда, если коммуникация после смерти продолжается, почему мы практически никаких бесед не видим и не знаем в Евангелии? Ну, просто, как вы это для себя объясняете? Больше того, наши телезрители наверняка, ну, кто-то читал Евангелие, они знают и сейчас могут поспорить. Ну, как же, ну, вот же, Христос явился мироносицем, Христос явился... Ученикам в горнице, сначала без Фомы, потом с Фомой, да, соответственно, Фоме, явился Луке и Клеопе. Редко кто замечает, что там вообще-то постоянно фигурирует ремарка, что это все происходит чуть ли не в один день. То есть, получается, это все происходит там в первый день воскресенья. Луке и Клеопе, которые бегут из Иерусалима в свой Эмаус, в свой родной город, является одновременно Марией Магдалине или, по версии евангелистов-синоптиков, там было несколько жен мироносиц, по версии евангелиста Иоанна только Марии Магдалине, является апостолом. И все это практически, ну, условно говоря, там, в первые дни. А что происходит-то дальше? Это 40 дней. Да, да, эти 40 дней. Неужели никакого разговора нет, и Христос таится? Или же он все-таки является? Ну, это какой-то, может быть, очень интимного характера диалог, который евангелист не хочет выносить на некоторое общее обозрение в духе Нафанайла, который сидит под смоковницей, которого... Ну, да, вот здесь как раз мы подходим к теме многослойности евангельского текста. И здесь есть разные слои, то есть есть иудео-христианский слой мощный, вот. И как мы можем эти слои определить? Мы их определяем, эти слои, по диаметрально противоположным данным, которые они нам сообщают. Ну, например, иудео-христианский слой говорит о том, что Христос воскрес в теле. И здесь делается акцент на том, что он ест, на том, что они его трогают, на том, что у него такие же раны, как при распятии. На том, что гробница должна быть открытой, чтобы тело Иисуса вышло воскресшее. Вот. Но есть еще и гностический слой в Евангелии, гностический, ну, не в, скажем, еретическом смысле, да. А если мы в историю церкви окунемся, то первый, первый, второй век, это, конечно, бурление. То есть там было множество разных направлений, сект, течений христианских, которые постепенно-постепенно выкристаллизовывались в какое-то одно единое учение. Так вот, гностический слой, гнозис, это знание, да, которое, например, Христос говорит, не всем дано знать, вам дано, впрочем, только в притчах. То есть вот такие вот моменты гностические, они достаточно часто в Евангелии встречаются. И здесь уже вот в этом слое Христос проходит с затворенными дверями. Или Христос говорит, например, вот такой же факт. Мироносец встречает, и у кого-то из евангелистов они бросаются к его ногам, а у кого-то из евангелистов он говорит, не прикасайтесь ко мне. То есть вот это именно такие, казалось бы, одно и то же событие описано, но оно описано с диаметрально противоположных точек зрения. Вот современная библистика считает это вот такими различными слоями, как бы разные, если с фильмом сравнивать, то как бы разные камеры, да, включаются, как это называется, как бы, ракурс, разный ракурс, да, то есть с этого, с другого. Вот, и для нас-то это единый текст, и мы привыкли его воспринимать цельным, вот, но когда начинаешь эти слои подмечать, оно, конечно, дает, потому что сейчас много людей, которые особенно читают тексты, возникает, потому что Христос одно говорит, и тут же может быть противоположная какую-то вещь. Ну, например, он говорит, что закон до Иоанна, дальше все, нет закона, дальше царство Божие благоествуется, и следующий стих, ну, ни одна йота не придет от закона. То есть, казалось бы, противоположная вообще вещь, ну, вот. И в связи с этим, когда мы эти слои вскрываем в Евангелии, которые из разных групп христианских пришли в этот текст, да, вот, скованы так, как дамасская сталь, уплотнены в один текст, то, конечно, здесь вот вопрос, тут уже более как бы гностический тогда слой должен быть, да, то есть вот он с учениками, и здесь либо это именно как бы и воспринимался как гностический рассказ, и в дальнейшем, возможно, он был церкви отвергнут, да, что там он мог говорить, потому что на самом деле мы знаем, что многие вещи в Евангелии, они до сих пор не восприняты. Тоже, ну, скажем, я уж не говорю про непротивление злу, например, да, но, например, совсем недавно была неделя о Самарянке, и мы читали Евангелие, где Христос говорит, да, неважно, где кланяться отцу, там, ну, а у Самарянки был вопрос, в каком храме, да, ну, вот, ПЦУ или ОПЦ, например, да, ну, если так вот обострить немножко в наше время, то есть вопрос был, а где кланяться, где истинно поклоняться, да, но мы до сих пор не можем его принять, эту информацию от Христа, да, что он говорит, да, неважно, где, в какой горе, вообще, в каком храме, да, главное, чтобы это было в Духе и истине, потому что Бог есть Дух. Нет, на другой стороне, мы живем как раз в этой культурной парадигме, получается, наличие такого большого количества храмов, разного рода общин, хотя все они христианские, вот, разные настоятели, разные уклады, разные традиции на приходах. Ну да, по факту ты православие пестрое. Да, то есть хочешь, найдешь ультраправого, хочешь, найдешь ультралевого, хочешь, найдешь консерватора, традиционалиста, хочешь, найдешь такого модерниста, хочешь, найдешь, там, не знаю, монархиста, хочешь, найдешь демократа, батюшку, я имею в виду, да, то есть настоятеля, с которым там тебе будет комфортно общаться, молиться, потому что в сущности, действительно, ведь Евангелие, оно не про новую этику, не про новую политику, не про новую экономику, оно про Христа. Поэтому достаточно исповедовать Христа Богом, богочеловеком, для того, чтобы оставаться в лоне христианской веры. Ну да, и получается, либо вот... То есть, получается, как раз исполнилось то, что Христос сказал, придет время и будет неважно, на этой горе, на сей горе. Ну оно, как бы, оно можно сказать, что исполнилось, а можно сказать, что нет, потому что тот же иудаизм твердо верит, что этот храм должен быть восстановлен. То есть, мне кажется, это некий такой глубинный религиозный паттерн внутренний в человеке, который говорит, вот это святое, это не святое. То есть, если эти слова Христа расширить тайной вечери, то Христос притворяет, вот эту границу сокального рушит. Он берет профанное и делает это сакральное, говорит, вы тоже так можете. То есть, он берет сакральное прощение грехов и говорит, вы тоже так можете. Он дает это в наши руки. Он берет таинство хлеба и вина, говорит, вы тоже так делаете в моем воспоминании. То есть, он берет и все это делегирует. Он как бы все вот эти... То, что раньше было привязано только к Богу, то, что справедливые иудеи ему говорили, а кто может прощать вообще грехи, ты что творишь? Это только Бог может прощать грехи. И, в принципе, это до сих пор в голове у нас сидит, что я не в силе прощать грехи и так далее. Творить пространство сакральным, любое пространство. То есть, эта идея тоже не проросла еще в полной мере. Хотя, конечно, тут мы продвинулись больше, чем в идее непротивления злой силы. Настолько это встречает сопротивление, что это толстовцам обзывают. Хотя эта идея, это прямая цитата слов Христа. Вот, и поэтому, либо там были такие вещи, которые, ну, не восприняла церковь, просто не восприняла. И они были отсечены как еретические письмена и в текст Евангелия не вошли. Такое тоже могло быть. Либо эти вещи и самими апостолами не были восприняты. То есть, мог ли диалог продолжиться вот на новом этапе, да? Для меня тут очень важный маркер – это вот прям ситуация перед вознесением Христа. То есть, у нас есть, как вы правильно сказали, несколько встреч после воскресения, когда Клеопа и Лука встречаются, Иоанн узнает Христа, когда они рыбачат, а Петр нет. То есть, вот этот момент, и Клеопа с Лукой не узнают Христа. Вот, да, я тоже хотел сказать. Это же тоже ближе, получается, к гностическому слою, евангельскому. Потому что, если брать иудейский слой вот такого телесного воскресения, то если, например, отец Сергий Рыбаков воскрес, то я не могу его не узнать. Потому что он воскрес в том же теле, у него те же дырочки от ран, по сути. Как тогда можно… То есть, если вот этот такой телесный буквализм, да, иудейский, вот он про то, что вот он воскрес, вот в том же теле, даже те же раны у него на теле остались, можно вложить, как он Фоме предлагал, в свои руки, там невозможно не узнать. И там надо есть и доказывать как-то, да. А вот гностический слой, где Христос проходит сквозь дверь, где его не узнают, он уже не совсем про телесность говорит. Но вот с Лукой и Клёпой, это же вот интересно, немножко вступает в противоречие с тем, о чем вы говорите. Там же Христос явился, сначала выслушал всю историю про него, которая в Иерусалиме произошла, а потом начал от самых первых пророков, от самых первых там пророчеств о нем, начал все вспоминать, начал все говорить. И сами Лука и Клёпа скажут, не горело ли в нас сердце наше, когда мы слушали его при пути, но почему же мы его не узнали, когда гнозис, когда вот это знание нам сообщалось, когда нам четкая ниточка там была протянута. Там интересно, да, там не совсем это прогнозис для меня. Для меня вот эта опора на пророков, это как раз про иудаизм. То есть это иудейский слой такой, вот пророки, они все рассказали там, хотя, ну, если бы это было настолько очевидно, да, во-первых, это надо было зафиксировать, какие конкретно пророчества, так ясно говорят о том, что все такое должно быть. У нас только единственное, что и он в очреве Китая, то это не пророчество, по сути, а сама книга ветхозаветная, то я уж думаю, что если бы это было настолько очевидно, именно из текстов, то уж ни одного иудея бы не осталось в плане религиозном, все бы стали христианами уже давно. Но мы знаем, иудаизм существует вполне стабильно, и если мы подойдем к Аравинам и скажем, вот такие у нас есть пророчества, они, конечно, посмеются, скажут ему, это совсем про другое. То есть там как раз в том-то и дело, что там нет никакой полной очевидности. Для меня как раз это такая, как бы, иудейская, что вот он начал им от пророков, да, а гностическая тут именно в самом преломлении хлеба, то есть они это узнают, не из книг. Или, может быть, знаете, тоже такая, как бы, информация, что, смотрите, вот Христос им объясняет, но они не могут понять из текста, а когда он просто преломляет с ними хлеб, они его узнают. То есть Христос узнается имя не в текстах ветхозаветных пророков. Здесь для наших телезрителей надо немножечко пояснить, что здесь очень важен культурный контекст. Это для нас с вами, вы взяли батон, поломали его, и что в этом сакральном? А в иудейской традиции преломление хлеба – это фактически молитва на освящение трапезы. То есть старший, беря хлеб, не надо отдельно там благословлять вино или отдельно благословлять какие-то травы, ягненка, преломляется хлеб, и над преломляющимся хлебом читается молитва на освящение трапезы, и таким образом трапеза вся освящена. То есть фактически перед нами, ну, условно назовем так, первосвятительские, жреческие функции Христа. То есть он, освящая хлеб, освящая трапезу, преломляя его, через это узнается, через священное действие. Оно даже, может, опять не первосвященническое. Вот если как бы в контексте той мысли, которую я озвучивал, Христос дает, он показывает, что в принципе же это в любая иудейская трапеза освящает. То есть старший освящает, он преломляет, он читает молитву, он благословляет трапезу. Просто то, как он сделал, он как бы им напомнил, как это было, и они поняли, что это он. И тут он становится невидимым опять. Ну, если бы он в теле был. Да, метально исчезает. То есть, да, и здесь какой выход, как бы, конечно, традиционная догматика, она про тело, что Христос в теле. Ну, просто это такое тело, которое вот такое может исчезать, может проходить. Но в нашем опыте нет таких тел, которые были бы, чтобы ты ел, чтобы это никуда не падало, при этом ты сквозь стены проходил. Поэтому тут, конечно, сложность, ну, с философской точкой зрения. И вот у нас есть первая вот такая, как бы, точка после воскресения, когда он является. И здесь мы видим противоречивые данные. И есть последняя точка. Вот если уж говорить про это сорокадневное, да, то, да, середина вообще, как бы, вот в пробеле. То ли они поняли, то ли это было слишком радостно, то ли это вообще было не об этом, не какая-то информация была, просто его пребывание с ними. А последняя точка для меня важна, потому что вот он воскрес, вот он помог им не обесценить опыт их общения до этого трехлетнего. И здесь проходит уже сорок дней, он с ними как-то является или на постоянку, мы этого не знаем. И какой вопрос они задают ему? В это ли лето ты, Господи, восстанавливаешь царство Израиля? То есть мы видим, что... Ничего не поняли. Да, мы видим, что не поняли. Ну, мы видим, скажем так, мягче, мы видим, что их проблемное поле, их запросы на общение, они вертятся на тех же кругах, что были и до распятия. Потому что до распятия мы читаем, что Иоанн и Иаков подходят и говорят, мы хотим сесть справа и слева от тебя, когда ты воцаришься. Этот запрос, скажем, чашу я не могу, чашу будете пить, а сесть не мое дело. Но здесь, по сути, это те же слова, когда уже это царство ты восстановишь Израиля? И настолько это яркий вопрос, он, слава Богу, сохранился, но сразу после этого следует вознесение Христа. То есть сразу после этого следует окончание этого диалога. Но об вознесении мы поговорим в следующий раз. А вот сейчас, пока слушал вас, время передачи подходит потихоньку к концу, пока слушал вас, вдруг вот то, с чего я начал, про режиссерскую версию, про то, что вот снять фильм и так далее, я вдруг подумал, так фактически ведь Евангелие, это и есть сценарий именно к такому фильму. Там же не зря делается акцент, он не слишком считывается обывателем, человеком, который читает поверхностно, может быть, неглубоко, что я буду ожидать вас в Галилее. После своего воскресенья я буду ждать. Причем тоже несколько версий. Кто-то в Вифане, кто-то в Галилее пишет. Вот. Но в любом случае это все сходятся, экзегеты, комментаторы сходятся на том, что почему именно там, на ответе на этот вопрос, что это города первых встреч. То есть это города условного детства. То есть это как если бы, вы из Самары, вам тут может быть несколько сложнее, а если бы я бы вот сейчас уже 40-летний взял и приехал бы в свой город детства. И все, что было для меня всегда привычно и так далее. Причем не только детство, он же там и проповедовал. Да, да, да. То есть первых встреч. Первых встреч какие-то чудеса, какие-то первые слова, какое-то первое обращение. И он фактически как раз, ведь мы понимаем, что Евангелие это продукт, который возник после воскресенья. То есть это как раз те самые флэшбэки после бесед с воскресшим Христом. То есть читая Евангелие, мы читаем Евангелие воспринятое, переработанное, осмысленное учениками уже после бесед с воскресшим. Вот это ответ на ваш вопрос. Да. То есть все те притчи, может быть, все какие-то глубинные моменты, которые скорее всего, да, они могли пропустить мимо ушей. Им Христос в эти дни напоминает, говорит, вот это было важно. Да, в частности, например, вот какие-то же вот вещи, например, типа искушения в пустыне, где никаких свинителей не было. То есть это только Христос мог поведать. И вряд ли он с этого начал свою проповедь. Там вышел и сразу рассказал, я только что из пустыни, там знаете, с дьявола. Который, кого победил, да. Скорее всего, вот эти, само Евангелие является продуктом этих бесед. Получается, что вот первое, может быть, пятно мы так немножечко расчистили. Отец Николаевич, спасибо огромное за сегодняшнюю беседу. В следующий раз мы с вами встретимся для разговора уже о празднике Вознесения, о его богословском смысле. Ну, а на сегодня, мне кажется, мы так хорошо продвинулись вперед в понимании Евангелия. Спасибо огромное. Спасибо вам. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Христос Воскресе. Присоединяйтесь в следующий понедельник. Будет так же интересно, как и сегодня. Храни Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин